Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. Сегодня у нас новый игровой набор. Это вертолёт. А вертолёт не простой. Он уже членами своего экипажа. Это вертолёт, он спасательный. Это продолжение миссии глубководных исследований. Imaginext. Эти герои управляют этим вертолётом. Это, друзья, глубоководники. А тут мы видим, как с нажатием кнопочки вниз спускаются специальные носилки. Для этого нужно просто открыть дверку и спустить крючок вниз, а потом нажать на кнопочку и носилки сами поднимутся наверх. Ну а тут мы видим миссию глубководной команды. А чуть пониже посмотрите, сколько различных игровых наборов представляет Imaginext. Тут и пираты, тут и звери, и динозаврики, и Бэтмен. Чего только здесь нету. Наступило время нашей любимой распаковочки. Итак, достаем вертолётик и будем всё рассматривать поближе. Вот этот вертолётик. Это наши герои. Один и второй. Два человечика. А это их глубководный костюм. Перед нами новая спасательная команда. Это водолазы. Посмотрите, какие у них костюмы. Это у них спасательные носилки. Видите, здесь вон даже лежит пострадавший. Вот так вот они пострадавшего ложат и поднимают наверх. А вот они сами, наши герои. Попробуем сейчас на них ходить эти костюмчики. Ну вот и наша команда готова к погружению. Давайте посмотрим, какой вертолётик. Вертолётик очень интересный. Здесь специальная ручка. Можно взять в руку. И смотрите, и он у нас полетел. Открываем дверку. И смотрите, что у нас выходит. Выходит крючок. Крючок вниз. Отпускаем вниз. Вот так вот, смотрите. Затепили носилки. Теперь нажимаем на кнопочку. И у нас поднимается пострадавший наверх. Вот так вот поднялась. Потом пострадавшего вовнутрь. Оп. И дверка закрывается. А с этой стороны кабина пилота. Открываем кабину пилота. И сажаем сюда одного нашего героя. Он будет управлять нашим вертолётиком. И наш герой с пострадавшим взлетает наверх. И полетел наш вертолётик далеко, далеко, далеко. Посмотрим, какая миссия будет сегодня у наших спасателей. Итак, глубководная команда готова к новым приключениям. Я видел, видел этого кальмара. Сейчас поднимусь и всё расскажу. Сейчас я поднимусь на борт корабля. Капитан, я готов к погружению. Жду команды. Подожди, подожди секундочку. Сейчас нам расскажут про кальмара. И потом будет погружение. И кстати, ты забыл своё ружьё. Ты забыл своё водное ружьё. О, да, точно, точно, ружья нет. Подайте, пожалуйста, капитан, подай, пожалуйста, мне ружьё моё. Уже несу, уже несу. Держи, держи своё ружьё. Спасибо, капитан. Я жду твоей команды на погружение. Жду. Ну что там? Что там с кальмаром? Что ты там видел? Давай рассказывай. Подожди, капитан, пять секунд. Сейчас сниму быстренько костюмчик. Я там видел кальмара. Он на дне. Но он какой-то странный. По-моему, с ним не всё в порядке. Мне кажется, он чем-то заболел. Очень тревожный. Он там метается из угла в угол. Так что погружаться очень опасно. Этот кальмар может выкинуть разные неприятные вещи. То есть там очень-очень опасно. Так, 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 всё понятно. Ну, значит, ему нужно лекарство. Ему нужно сделать угольчик. Для этого наш член экипажа будет погружаться сейчас на своём батискафе вниз. И он сделает эту инъекцию. И кальмар успокоится. Но надеюсь, капитан, что получится. Потому что кальмар очень большой. И он действительно больной. Главное, он бы не разбушевался. Потому что это очень опасный кальмар. И он такой здоровый. Ну что, капитан, я погружаюсь? Подожди, подожди немного. Я тут узнал свежие новости. Возьми с собой инъекцию. Ты должен сделать угольчик. Инъекция, что попало в этого кальмара. Это лекарство. И кальмар тогда успокоится. Я всё сделаю, капитан. Давайте инъекцию. Давайте инъекцию. Вот так вот. Всё, я прикрепил. Вот теперь нормально. Ну всё. Вот теперь ты можешь погружаться. Инъекция тут. Ты главное не промахнись. У тебя всего один выстрел. Спокойно. Выстреливаешь. И всё. И кальмар буквально через 5 минут успокоится. Потому что это очень сильное лекарство. Давай, удачи. Будь, пожалуйста, осторожен. Если что, сразу сообщай нам. Всё, давай, пока. Мы ждём тебя здесь наверху. Понял, понял. Погружаюсь. Погружаюсь. Итак, я погружаюсь. Ух ты, сколько здесь различных рыбок. Ой, как тут красиво. Кого только здесь нету. Ух ты, сколько различных рыбок. Всё-таки мне нравится на глубине океана. Так тут красиво. Где же мой кальмар? Где же мой кальмар? А это что за чудо-юдо ещё? Это ещё что такое? Ух ты, какой осьминог красненький, красивый. Ой, как интересно. Он ещё меня обнюхивает. Иди, иди. Плыви, плыви, плыви дальше. Плыви дальше. Плыви дальше. А вот только тут не встретишь в этом океане. Кого тут только нету. И так дальше плыву дальше. О, всё, вижу, вижу. Вот он где спрятался. Вот он где спрятался. Ну всё, сейчас я тебе сделаю инвекцию. Так, только с какой стороны мне выстрелить? Наверное, лучше сзади. Лучше сзади подойти под краса. Только надо очень тихо. Аш, 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 аш. Итак, я подплываю поближе. И выстрел. Капитан, капитан, срочная помощь. У меня что-то случилось с ногой. Помощь, помощь. Я не могу двигаться. Я лежу на дне океана. Капитан, срочно, срочно. Приём, приём, помогите. У меня сломана нога. Что-то у меня случилось с ногой. Кальмар разбушевался. Итак, он попал в кальмар, и кальмар разбушевался. Ему срочно нужна помощь. Что-то у него с ногой. Неужели он сломал её? Тогда я вызываю немедленно опасательную команду. Они быстро сюда домчатся на вертолёте. Давай, давай, капитан, тут нельзя медлить, потому что может случиться всякое. А что же будет теперь с кальмаром? С кальмаром ничего страшного. Если инъекция уже поступила в организм кальмара, то он, скорее всего, заснёт минут через 5-10. И больше ничего не сможет сделать. Итак, нужно выручать нашего друга. Итак, Суша, Суша, вызываю аварийную команду. Спасатели к нам. Высылаю координаты. Капитан, ты слышал? Нашими друзьями, видимо, что-то случилось на глубине океана. Да, понятное дело. Они же погрузились туда, чтобы найти кальмара, сделать ему маленький укольчик и проследить за ним. Видимо, что-то пошло не так. Когда я гружу костюмы подводные и носилки, окей? Давай, загружаемся и взлетаем. Капитан, несу костюмы, несу подводные костюмы и загружаю их в вертолёте. Ну и, конечно же, наши спасательные носилки. Их нельзя забыть. Это очень важная вещь в нашем вертолёте. Ну всё, если готов, тогда я закрываю дверь. Закрываю, аккуратнее. Ну что, капитан, взлетаем? Координаты вы получили? Ох, быстрее будет улететь, быстрее будет улететь. Главное, выручить. Что бы ни случилось там плохого без нас. Не переживай, помощник, всё будет нормально. Итак, готовимся к взлёту. Взлетаем. Полетели. Летим. Летим. Командир, командир, вижу корабль. Приземляемся, приземляемся. Стоп, машина. Приземлились. Отлично, отлично. Вы, как всегда, спасатели вовремя. У нас здесь случилась неприятность. Нужно погрузиться на глубину и вытащить оттуда нашего товарища. Он там, по-моему, сломал ногу. И надо это сделать, конечно, побыстрее, потому что кальмар, я не знаю, заснул, он не заснул. Всякое может случиться на глубине. Ну что, ситуация очень понятная. Итак, помощник, одеваем подводный костюм, бери носилку и всё. И ныряем на глубину. Понял тебя, командир. Сейчас всё подготовлю. Сейчас всё подготовлю. Капитан, я готов к погружению. Готов к погружению. Нам на корабле подплыть ближе не получится, потому что там рифы. Поэтому придётся на вертолёте подлететь тебе поближе туда, к месту погружения. И оттуда на носилку ты сразу на вертолёт поднимешь раненого. И увезёте в больницу. Хорошо? Хорошо, мы берём больного и сразу летим в больницу, потому что нужно оказать ему срочную помощь. Помощник, ты погружаешься, находишь его, ложишь пострадавшим на носилке, даёшь мне сигнал, и я буду поднимать его. Хорошо? Всё, договорились. Итак, приступаем к операции спасения. Давайте только там аккуратнее, потому что кальмар, может, ещё не заснул. Всё понятно. Итак, я ныряю, ныряю. Идите за моими сигналами. Я ухожу под воду. Отличная команда. И так быстро они прибыли. Мне кажется, всё закончится очень хорошо. Будем надеяться. Нога, нога, ну где же спасатели, где же спасатели? Плыву, плыву. А, вот, всё, я вижу, вижу его. Да, вот, лежит наш товарищ. А кальмар, по-моему, спит. По-моему, спит. Что случилось с тобой? Ну, как твоё состояние? Не очень больно тебе? Да, что-то мне очень больно. Иногда я даже теряю сознание. Нога у меня очень болит, я, по-моему, её сломал. Но ничего страшного. Я тебя сейчас положу на носилке и будем подниматься на поверхность. Там нас уже ждёт вертолёт. Спасибо, что прибыли так быстро. Ой, так быстро. Как же у меня болит нога. Так, ну вот, всё отлично. Только держись хорошо. Главное, чтобы носилки не перевернулись. Сейчас начнём подниматься наверх. Ты готов? Да, 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 конечно, готов. Давай, можно поднимать. Итак, всё, всплываем вверх. Всплываем наверх. Всплываем наверх. Всплываем. Да, мы на поверхности. А вот, вот, я вижу вертолёт. Он там наверху, вон в небе. Вижу, вижу вас, друзья. Сейчас спущу крючок. Держите крючок, держите крючок. Итак, зацепляем. Есть, готово. Всё, всё, можно поднимать. Капитан, поднимай. Я тоже здесь прихвачусь за него. Ты сразу нас двоих поднимешь. Понял, понял вас. Давайте вдвоём. Поднимайтесь, поднимайтесь. Поднимаю, поднимаю. Отлично. Капитан, держи ровнее вертолёт. Тяжело грузиться. О, всё, всё, пострадавший в вертолёте. Ну всё, капитан, можно закрывать дверь. Летим на базу. Дверь закрывается и летим на базу, командир. Летим на базу, летим на базу. Ну пока, всем пока, пока. Отличная команда, это спасатели. Они мне очень понравились, как они быстро прибыли. Ну что, командир, отличная работа. Пострадавший себя чувствует хорошо. Я думаю, скоро уже больница. Да, у нас отличная команда. Слаженный коллектив. Это потому, что мы спасатели. Мы профессионалы. А да, это точно, командир. Настоящие профессионалы. Субтитры сделал DimaTorzok